В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Карточный домик. Судьба аварийной новостройки на Чельно-Реченской, что в конце марта ославилась на всю Самару, наконец прояснилась. Работы по укреплению дома начнут уже в мае, а завершить их должны в этом году к началу отопительного сезона. Сейчас специалисты заканчивают обследование зданий, чтобы найти ответы на два хрестоматийных вопроса. Кто виноват в том, что новостройка, не дотянувшая до совершеннолетия, начала стремительно преждевременно стареть? И что нужно делать, чтобы она и впрямь не обрушилась на голову своих жителей? Камнепад на Чельно-Реченской продолжался всю минувшую неделю, но это уже не стихийное бедствие, а противоаварийные работы. Рабочие сбивают облицовку, иначе она сама может рухнуть в любой момент, как это произошло 25 марта. ЧП случилось среди бела дня. Очевидцы, местные бабушки из соседнего дома, до сих пор вздыхают. Спасибо, что живые. Место ведь проходное. Все ходили там, возле дома, потому что здесь ужасный мёд был по этой дороге. Такие колдопины были, кошмарные. Поэтому все приходили и сразу туда, мимо этого не ходили. Удивительно, что никто не попал. Конечно, припугали. Ну сразу, кто здесь был, сразу все туда побежали, из дома выбежали. На ногу упал кирпич. Вот на эту ногу, вот сюда, вот прям, вот упал кирпич вот такой вот маленький. Я вот открыл дверь, крикнул, чтобы остановились. Он там орёт, орёт, а я не слышал, что мне прилетело. Так что это вообще не делает. Мне чувак позвонил, он в соседнем доме живёт, говорит, у тебя фасад отвалился. Я думаю, он прикалывается. Прихожу здесь в натуре вот так. Ну, короче, задница полная. Грубоватое, но в целом филологически точное описание ситуации, в которой оказались жители дома на Чернореченской. Большинство сюда вселились сразу после того, как здание было сдано в эксплуатацию в 98-м году. Многоэтажку на деньги дольщиков возводили по заказу стройкомпании «Сфинкс». Кенпотрядчиком выступала ЗАО «Волгопромстрой». Кстати, стройка шла под бурное негодование жителей окрестных домов. Высотка отобрала у них часть детской площадки и берёзовую рощицу. Проклятие соседей подпортили карму новостройки. В первые же годы трещины избороздили её стены. Людей успокаивали. Это здание даёт усадку. Но время шло, а процесс, по словам жителей, не останавливался. Вот у нас такие трещины в доме практически на каждом этаже. Здесь вот у нас тоже обвалилась штукатурка буквально на днях. Один миллиметр, вот здесь дата стоит, 26-го, 10-го, 10-го. Они разошлись. И, соответственно, по всему подъезду. Можно пройтись по подъезду, увидеть, что у нас лестничные вот эти пролёты. Да, они отходят от стены. Можно пройти и посмотреть. В квартире Лилии Ясуповой тоже образовались трещины. И такая картина рассказывает женщина у всех жителей верхних этажей. Но это ещё полбеды. По-настоящему страшно здесь стало жить, признаётся Лилия, когда 18 марта 2010 года дом по неведомой причине тряхануло. Ночью люди проснулись от непонятного толчка. Дом, по всей очевидности, он вот таким образом где-то расходится. Или это ошибка конструкции, или это что-то с фундаментом. Была создана специальная комиссия, которая и признала дом на Чернореченской опасным для проживания. И разработала планового спасения. Из бюджета на это готовы были выделить деньги. Хотя, по-хорошему, в доме нет муниципального жилья. Всё находится в частной собственности, созданном ТСЖ, которое и могло бы озаботиться тем, чтобы взять кредит. Но людям пошли навстречу, поскольку речь шла о риске для жизни. На время реконструкции здания собственникам квартиры предлагали выехать. И вот тогда-то жители и разделились на два лагеря. Одни были готовы собрать вещи в любую минуту, другие были категорически против переезда. Последнюю позицию твёрдо заняло руководство ТСЖ, которое не только выступало против оселения, но и развязало борьбу за снятие с дома статуса аварийной. Процесс увяз в судах, затянулся, в итоге уж и гром грянул, облицовка рухнула. А в ТСЖ Чернореченская по-прежнему не склонна драматизировать ситуацию, не считая трещины на новом здании из ряда вон выходящим явлением. Ситуация, как и с любым домом, где трещины, как и в любом доме. Ничего какого-то экстраординарного, усадочные процессы, как в любом доме, и в частном, и не в частном. То есть ситуация как бы идентичная. Поэтому криминала, как такового, вот лично я не видела. Для меня изначально тоже было страшно, когда я не понимала, что за трещина за МДМ-банком. Но когда мне объяснили специалисты, что это разные типы кирпича, это облицовка, а не дом, но для несведущих людей, когда что-то показывают, действительно кажется, о, катастрофа. Когда проектировщик говорит, что это закономерный результат проекта. Это, наверное, надо разговаривать со специалистами, потому что есть действительно проблемы, в которых мы вот сейчас просто как дилетанты мы не разбираемся, естественно. Не дилетант, а профессиональный строитель Владимир Аносов, он тоже проживает в этом доме, напротив, не считает эти трещины безобидными. До сих пор, до сих пор, у них аргумент, как бы дом садится. Ну, как он может садиться? Как-то долго он садится. Вот именно, даже по нормативам, как бы, дом построят, год-два его спокатурить нельзя. Да, действительно, ушатывая, там, раствор, там, все. Ну, не 20 лет, 60 лет. По проекту он был семи этап, а сделали девяти, да? Вывод какой? Сделали они перерасчет фундамента. Фундамент – это основа. Владимир Васильевич знает, о чем говорит. Всю жизнь проработал дорожным строителем. Взлетная полоса в Курумыче – его рук дело. А на пенсию он уходил, будучи сотрудником областного департамента строительства. Тогда же, в 90-е, купил в этом доме квартиру. Говорит, за всю свою карьеру еще ни разу так не ошибался. А вот вы понимаете, вот в этот, как говорят, на старуху заходит. Ну, откуда я знал? В общей сложности здесь ведь рядовой не один живет, да? Дом-то элитный. Кстати, по злой иронии судьбы, под крышей элитной многоэтажки проживает не один строитель. Среди них и тот, кто непосредственно отвечал за качество дома. И потому неудивительно, что вокруг клейма «аварийный» развернулись такие страсти. Здесь еще ведь, откровенно говоря, есть силы, которые препятствуют этому делу. Да? Почему? Ну, вот опять подумать, почему. Но тот, кто исполнил это, его же выявит? Конечно. А говорят, в вашем доме же живет человек, который, собственно говоря, и строил этот дом. Нет? Как вы с ним? Общаетесь по-соседски? Ну, я не хочу комментировать. В доме живет вот в 55-й квартире главный инженер Николай Павлович, который именно на момент застройки являлся главным инженером компании «Сфинкс». Вы ему вопросы задавали почему-то? Задавали, но человек уходит от ответа. То есть он не готов? Он не готов. Ну, если он признает, что случилось ЧП по вине компании-застройщика, я думаю, что это уголовно наказуемое все-таки дело. И я думаю, что не каждый возьмется принять на себя решение. Он наш сосед, да. Но он, я думаю, что не съезжает чисто из политических соображений. Он бы уже давно, наверное, съехал. Но если он съедет, то тогда должны, по идее, съехать все. Надо строить-то нормально. Я сам в армейке ремонтом занимался. Эту, штукатурку, клад, там все это понятно, как мы там делали, это все натяп-ляп. Но это же здесь не армия, здесь люди живут. Надо все по-человечески делать, я считаю. А то проснешься, полквартиры нет. Ее на дуре. Ее сейчас и не продашь никому, чтобы переехать. Но передать этот привет лично Николаю Решетову, который в компании застройщики «Сфинкс» тогда занимал должность технического директора, не удалось. Николай Павлович от встречи отказался. Впрочем, по телефону подробно рассказал, что строили дом на совесть. И почему он сейчас трещит по швам, он сам не понимает. Я без встречи могу сказать, что, значит, само строительство, оно выполнялось строго по проекту. Мы считали, что этот дом, ну, как бы, не будет никогда иметь проблем. Что-то происходит, непонятно. Ну, что-то происходит. Ну, в принципе, не должно происходить. Ну, что-то происходит. Но все равно 20 лет – это не возраст для дома, уж сами понимаете. Не возраст. Нет, нет, абсолютно не возраст. Для такого дома это не возраст. Я, например, не понимаю ничего. Это дом экспериментальный. А в гражданском строительстве это был прорыв. Ну, судя по всему, этот эксперимент провалился. И хотя тому есть наглядные доказательства, строители категорически отказываются признать свою ошибку. На мой взгляд, это моя твердая позиция. Но дом не аварийный. Хотя вы, как корреспонденты, как, значит, хороупы наши все, вы, конечно, любите такие жарные факты, но это не неправильно. Самый простой, когда что-то у нас случается, самый простой путь – это кто виноват, а строители. Вот вы рассуждаете сейчас как дилетант. Да, вы с точки зрения, значит, объективного налогоплательщика, значит, вы говорите правильно, а с точки зрения специфики темы и вопроса, вы говорите совершенно неправильно. Вот а строители, потому что, ну, ведь строитель – это замыкающая цепочка. Эта ситуация, она ведь не сегодняшнего дня. Эта история вообще длинная, она три с лишним года длится. И если бы тогда правление, ТСЖ этого дома, жильцы прислушались к решениям, которые принимал город и область, я думаю, наверное, были бы уже совершенно другие результаты и по этому дому. На мой взгляд, я говорю еще чисто свое мнение, конечно, здесь защищали честь мундира люди, которые строили этот дом, и которые руководители, некоторые из них проживают в этом доме, они доказывали, что дом все тир-топ. Ну, а потом, вы знаете, кто-то хотел продать свою квартиру, жизнь есть жизнь, а в этой ситуации статус аварийности. Как продашь квартиру? Кто купит квартиру? Правильно? Или как она в цене упадет? Конечно. Ценник квартир в этом доме даже сейчас, несмотря на его треснувшую репутацию, выше среднерыночного. Двушку здесь пытаются продать за 8,5 миллионов рублей. Впрочем, объявление появилось еще до того, как слетела облицовка. Хотя, может, это как раз тот самый случай, когда несчастье помогло. После ЧП на совещание в мэрии досталось всем и главе Ленинского района, и руководству ТСЖ за то, что затянули процесс переговоров. Вы в прокуратуру обращались на руководителя ТСЖ, на компанию застройщик, чтобы они с ним поговорили и объяснили этому товарищу дорогому, что если что-то случится, он первый в списке. Сколько раз он был у вас в прокуратуре, этот невменяемый руководитель ТСЖ, объясните мне. Предложите, чтобы прокуратура тоже это занялась. Нашла компанию застройщика, которая это построила. Давайте поднимем, когда дом вводился в эксплуатацию, кто его принимал, конкретных чиновников. Давайте озаботимся и этой ситуацией. И тогда он, может быть, позговорчивее будет, тогда, может быть, он будет бегать по квартирам и уговаривать людей переехать временно. Я бы просил, чтобы вы осознавали свою ответственность, в первую очередь, за это. Это повезло просто чудо, что никто не пострадал. Дмитрий Азаров потребовал в кратчайшие сроки разработать алгоритм спасения дома, ведь как только он появится сразу, и компромисс с жителями будет найден. Три года вы этим занимаетесь. И ситуацию по-прежнему, к сожалению, знаете, поверхностно выходит. Раз даже не знаете, сколько времени надо. Если бы мы людей пригласили и сказали, там, товарищи дорогие, вот, три месяца надо потерпеть, выселиться, через три месяца получите дом. Это разговор. А когда мы им просто говорим, выселяйтесь, и без каких-либо перспектив, не знаем ли, будут ли деньги, выполнены будут работы и так далее. Это ни о чем, Сергей Михайлович. Никогда не договоримся мы с людьми. После этого разбора полетов переговоры и впрямь пошли более успешно. И с низговорчим руководством ТСЖ тоже, похоже, удалось договориться. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно попростаем? Ну что, давайте тогда. Сразу живу. Да, ну мы же клоем, как говорится, на ходу. А как иначе. Трежды я назначала встречу с председателем товарищества. И трижды она срывалась. У Анатолия Мацко находились дела поважнее. Наконец он все-таки согласился на интервью, и хотя глава ТСЖ по-прежнему предпочитает в разговоре избегать слова «аварийный». Ну а когда уже ярлык повесили, уже дальше что делать-то? Ну вы боялись этого слова «аварийный». Я правильно понимаю, до сих пор боитесь? Да. Ну, что сделаешь? Есть проблемы у дома, но я не думаю, что он настолько аварийный, что надо бежать из него. Но уже не так категорично настроен против переезда. Если возникнет такая надобность, если какие-то работы сложные будут проводиться, и людям, допустим, опасно будет как-то с людьми тут, то люди на это время просто уедут из дома, и все. Никаких проблем. Люди найдут место, где пожить. У нас не было понимания. Вот теперь вроде бы это понимание есть. Оно не бездействовало. Оно как бы занимало свою собственную позицию, что наш дом хорош, и снимите статус аварийности. Но вместе с тем вы нам сделаете эти работы. Понимаете, работы непростые. Я хочу сказать, там будут работы связаны с укреплением фундаментов. Но тем не менее, вот последнее заключение говорит о том, что это можно произвести без отселения жильцов. Посмотрим, что будет вот по окончании последнего обследования. Сейчас я оцениваю ситуацию, когда все участники этого процесса работают в контакте, с пониманием. В том числе ко мне вот сюда приходят жильцы, которые как бы не доверяли или не могли понять, а что происходит с их домом. Они здесь получили ответы. Глава Ленинского района Сергей Семченко, который в последние дни уже не раз собирал у себя в кабинете все заинтересованные стороны, говорят, что уже до конца апреля специалисты должны вынести вердикт о состоянии дома и о том, что нужно делать в первую очередь. Тогда же окончательно определят и смету. По предварительным расчетам реконструкция дома обойдется в чуть более 21 миллион рублей. Областной Минстрой готов выделить эти деньги. Впрочем, на повестке дня остается еще один вопрос. А найдут ли виноватых? Ведь, как говаривал советский нарком Сергей Орджоникидзе, у любой недоработки есть имя и фамилия. Выяснить их нетрудно. Достаточно изучить автографы тех, кто сдавал дом и принимал его. И вот это уже дело компетентных органов. То есть получается странная ситуация. Кто-то строил тебя пляп, а теперь за его ошибки должны платить честные налогоплательщики. Надеюсь, что правовая оценка строительного казуса все же последует. С меня новые подробности. А на сегодня пока все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова